На площадке региональной службы коммуникации рассказали об изменениях в правилах аттестации педагогов. Как говорят специалисты, в их основе лежит принцип «профессиональный учитель – успешный ученик». Подробности в нашем материале. Ввиду последних изменений на уровне законодательства, процедура аттестации стала проще. Раньше педагогам приходилось доказывать свою эффективность через личные достижения, собирая портфолио из дипломов, доказывающих их участие в различных мероприятиях. Сейчас профессионализм учителей будут оценивать по успехам их учеников, по тому, как они проводят занятия. Создана национальная платформа непрерывного развития педагога. Это информационная система, которая обеспечивает сбор и обработку данных о профессиональной деятельности педагогов. Автоматизация процессов аттестации не только минимизирует трудовые временные затраты педагога, которые он тратил обычно на подготовку портфолио, но и снижает степень влияния на этот процесс человеческого фактора, что позволяет обеспечить академическую честность, которая лежит в основе новых правил аттестации. Педагогу не придется теперь беспокоиться, что его документы оценили необъективно, что какие-то его материалы даже не были открыты членами комиссии. Автоматизация процедуры аттестации устраняет эти риски. Процедура аттестации затрагивает педагогов дошкольного, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также специального и инклюзивного. Впервые учтены особенности педагогов всех уровней образования. Это аттестационная комиссия. Она принимает решения один раз в год. В предыдущих правилах было два раза в год. Организация образования содействует формированию материалов педагогов для аттестации. Если, к примеру, в предыдущих правилах педагоги самостоятельно, сами готовили свой материал, свое подфолио, то действующий в проекте организация образования должна обязательно ввести подготовку. Урок – это занятие, мероприятие, организованная деятельность. И основной показатель владения методикой преподавания. Если педагог временно нетрудоспособен, вышел из декретного отпуска или перешел из организации образования в государственные органы, то срок действия его квалификационной категории продлевается до двух лет. Ранее был год. Включено такое понятие, как переходный период, который будет проходить именно в 2024 году для тех педагогов, которые по сроку должны аттестоваться во второй половине 2023 года, а также в 2024 году. Здесь в переходный период аттестации дается возможность тем педагогам, которые имеют категорию по старому формату, перейти на новый формат. Но есть некоторые особенности именно переходного периода. К примеру, педагоги школ, то есть начального, общего, среднего образования, будут сдавать тесты по предметным знаниям, а также по методике преподавания. Всего 50 вопросов. В случае возникших вопросов касательно обновленной системы аттестации, педагоги могут обратиться к специалистам. Во всех регионах Казахстана для этого созданы колл-центры. Алмажана Манькельдинова, Олег Сытник, телеканал Кустанай.